Поверьте, жалею, что пришли вы. У меня было нормально, у меня накопился мусор, подготовленный, у меня закрытая территория, площадки закрытые, стоят контейнера. Накопился мусор, я набрал оператора, говорю, мне нужна машина для вывоза мусора. Приехали, фактически объем забрали, я расписался в документах, или мой представитель, кому я поручил, и мне выдали петок, что с моей территории вывезли, допустим, 2 кубометра мусора, конкретную дату. В этом месяце у меня накопилось 2 кубометра, в следующем у меня, в зависимости от договора, предприятия накопилось 4, значит, я воплотил 4, и в конце года отчитался Минприроды за объем мусора. В вашем случае получается, вы на гнавярский график, который вы сами считаете правильным, а мне к этому времени еще мусора не нужно, у меня стояло предприятие, стоял в участке и не работал, контейнер пустой. График, повторю, расчет по нормативам или по объему, извините, но получается, я плачу за воздух, я накопил мусор, я его вывезли, я гарантированно знаю, что год объем я отплатил, ко мне предприятий не будет, а так я должен заплатить за воздух. До декабря месяца у меня был договор с мехуборкой, и он действовал, значит, так как он начал заказать, меня не предупредили, что они уходят с рынка, я подал на подпись, ну, подал заявку на заключение договора с региональным оператором, подал в середине декабря. Ко мне пришли документы в январе месяце, где я должен заплатить с 12 августа за виртуальный вывоз мусора. Договора у меня еще нет с вами, а вы уже мне мусор выставили, только потому что я подал заявку. Да, я выполнил работу, прислали, за что, не знаю. Я написал в ответ, работы не выполнялись, а в плачах не будут. Друзья, дальше, я смотрю, 23 января у меня подписан договор, номер договора, все есть, звоню вашим операторам, больше некуда обращаться, мне отвечают, вашего договора на выдаче нет. И так продолжалось до конца февраля, вашего договора на выдаче нет. Когда я сел уже на телефон, меня просто уже нервы не выдержат, я сел и просто начал срывать работу вашего колл-центра. Звоните, вот набрал, бросили, набрал, бросили. Тогда мне, наконец, добился, я не знаю, главный у вас руководитель, кто там вот колл-опил. Ой, вы знаете, ваш договор лежит на выдаче уже месяц. А почему он лежит, почему вы мне не сообщили, мы электронную почту давали, не сообщили, что он готов. Это что за работа? С кем контактировать, как вам можно доверять, если вы не хотите работать с людьми? Я не знаю, на кому обращаться, но мое мнение такое, как бы человек, который работает с этим делом. Вывоз должен быть по факту. Вывоз по факту, а не по виртуальной нормативной грамоте. Вывоз должен быть по. За того предприятия, когда она накопила мусора, знает, что ему надо вывезти. А не то, когда ваши люди приедут 12 ночи, и мой охранник должен выходить и открывать от вашей машины ворота. А он неуполномочен напускать на территорию без ведомой охраны ваши машины. Не качал, потому что я не знаю, когда вы приедете. Интересуйтесь опытом работы мехуборки. Поинтересуйтесь. Люди работали, долго работали. И не было к ним претензий.